У нас гражданское общество имеет очень много досуга, правда не занимается просветительской деятельностью, если, конечно, не считать просвещением тандемы с фашистами и коммунистами. А уж это точно может просветить человека до икоты, или он на Запад убежит, или за Единую Россию проголосует, потому что такая степень безответственности нормального хомяка пугает. Но если взять эту проблему немножко пошире, то мы получаем совсем интересный вариант. У нас главный сейчас вопрос на повестке дня – ужасная судьба Египта Морева, которого будут исключать и справедливой России. Это такое несчастье, просто я бы не пережила. Когда Гудковых оттуда гнали, вся страна, все гражданское общество проливало слезы. Во-первых, зачем они туда вступали, не очень понятно. К Миронову выхухоли пошли. Естественно, Миронов он не скрывал даже. Он всегда говорил, что хочет Путину помочь. И никаких других целей он не декларировал. Левое крыло партии власти. И вот сейчас у Липпана Морева будет страшный эпизод. Его выгонят из этой партии. Да он сам должен был из нее уйти. Да еще лишат депутатского мандата. Тоже слезы проливает гражданское общество над тяжкой судьбой тех, кого изгнали из незаконной думы. То есть нормальный человек из этой незаконной думы должен был сам уйти. Раз она нелегитимная. Нет. Дума нелегитимная, а я пока посижу на пенечке. Сяду на пенек и съем пирожок. Да еще фон Сколкова. Ну это вообще песня. Бедный Виксенберг, которого туда впутали, мне его очень жалко. Яйцев и Берже стоили дешевле, чем вся эта история. А когда его впутали в историю с Сколковым, то у него было выражение на лице, ну читайте Ильфа и Петрова, как у бедной коровы, которую доит деревенский вор. И за что они заплатили эти деньги, непонятно. Я не думаю, что их получил Пономарев. Я не думаю, что они ему это выдали на развитие гражданского общества. Там темные истории с этими деньгами. Точно он их в руках не держал. Виксенберг говорит, верните денежки. Мы вам за чтение лекций заплатили. Вы знаете, пусть фонд Сколкова наймет меня, я буду стоить в 10 раз дешевле. Я им за 75 тысяч столько лекций начитаю. Да еще и кое-кого позову, кто может хорошие лекции читать. В общем, тоже не проблема. Деньги не наши. Виксенберг впутался туда, если не по доброй воле, то по трусости. Илья Пономарев не бог, ни царь, ни герой. И освобождение он точно не добивается. Справедливая Россия – это не та партия, за которую человек в здравом уме и твердой памяти может голосовать. Я предлагаю гражданскому обществу со своих усталых плеч снять эту проблему. И начать решать проблемы страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова